16 столетий назад жил Палавский принц. Он прождал 9 лет, он отрубил себе левую руку. Отсюда пошло ныне знаменитое «Намасте одной рукой». Эта школа существует и по сей день. Около 15 веков назад жил Палавский принц. Он принял монашество. Он был полностью погружен в то, чем занимался. По желанию своего гуру, который сказал ему идти на север и распространять учения, тот отправился на север. Он зашел далеко на север и достиг Китая. Когда он пришел туда, разнеслась весть о том, что ученик Будды или некто, находящийся на таком духовном пути, глубоко погруженный в учение, идет сюда. Император Оуди, который стремился к этому всю свою жизнь, построил много залов для медитации, садов, все подготовил, перевел все буддийские учения на местный язык. Он был в полной готовности к прибытию учителя. К тому времени, когда прибыл монах, императору Оуди было уже больше 72 лет. Он отправился к границе своей империи, чтобы поприветствовать Бодхидхарму. Но Бодхидхарма не был впечатлен. Конечно, ему нужно было немного отдохнуть и поесть, но грандиозность приема его не впечатлила. Все же Бодхидхарма принял приветствие и сел. Как только они устроились, император Оуди сказал, «Могу ли я задать вам вопрос?» Бодхидхарма сказал, «Конечно. Спрашивайте». Император спросил, «Я построил так много залов для медитации, разбил столько садов, перевел столько текстов, я сделал все, чтобы распространить послание Будды в этой части мира». «Достигну ли я Ниббаны?» Ниббана означает нирвана, мукти или просветление. Бодхидхарма взглянул на него, пристально посмотрел на него своими большими глазами и сказал, «Что? Ты? Ниббана? Ты будешь гореть в самом глубоком аду». Тот только что принял его в своем доме, дал все необходимое, накормил, а он говорит ему такое. Он сказал, «У тебя нет шансов, хотя бы только потому, что ты считаешь все эти вещи, что ведешь учет того, как много ты сделал в своей жизни. Ты ничего не достигнешь». И он ушел. Люди пытались его удержать, но он просто ушел. Он пришел к храму Шаолинь, но внутрь не зашел, а поселился в пещере поблизости. Когда Бодхидхарма ушел и поселился в пещере, генерал Шен последовал за ним, желая стать его учеником, потому что он слышал, что Бодхидхарма был знатоком Калари, мастером Калари. Но Бодхидхарма не произносил ни слова. Генерал прождал 9 лет. Тогда Бодхидхарма вышел из пещеры и зашел в храм. Генерал Шен последовал за ним, умоляя принять его своим учеником. Бодхидхарма сказал, что это случится только когда снег станет красным. Тогда генерал Шен, в порыве мужества и самопожертвования, отрубил себе левую руку и взмахнул ей. Все вокруг залилось его кровью, которая застыла на снегу. Бодхидхарма увидел это и больше не мог отталкивать этого человека. Он принял его в свои ученики. Генерал Шен прошел обучение Калари и стал в этом мастером. Отсюда пошло ныне знаменитое «Намасте одной рукой». Даже сегодня используется такое приветствие. Это пошло от генерала Шена, у которого была только одна рука. Он делал намасте так. Калари считается матерью всех боевых искусств. Агасти Муни создал Калари как форму искусства, чтобы йогины и садыки могли защищать себя от диких животных. Именно отсюда боевые искусства попали в Китай, когда Бодхидхарма отправился туда и основал там первую школу Шаолинь. Эта школа существует и по сей день и по-прежнему процветает. Было внесено много изменений, но основы взяты из Калари. По сути, это не такой боевой процесс, в который превратились другие боевые искусства. Это дисциплина. Своего рода энергичная версия йогических практик, которая использует тело многими разными способами, что позволяет углубить понимание собственного физиологического и психологического устройства, а также устройства своей энергетической системы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова